Самим участникам экзамена трудно сказать, это день праздник или напряженный труд. Слишком высока ответственность. Русский язык обязательный для всех предметов. Выпускникам предстоит показать то, чему научились за 11 лет. Хотя обстановка вокруг торжественная. Все внимание только им. К строгим правилам уже успели привыкнуть, а вот родители дома волнуются. Готовились в течение двух лет с 10 класса. Прорешивали различные задания, материалы просматривали, что-то новое изучали. Волнения особого нет. Сегодня уже шестой экзаменационный день. В общей сложности в пункты проведения экзамена пришли более 12 тысяч школьников. Из них 93 с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы специальные условия. В этом году ЕГЭ проходит в основном по тем же правилам, что и год назад. Министерство образования уверено в результате. Тем более, что на протяжении многих лет регион показывает высокий результат по русскому языку. Преподавание русского языка в нашем регионе осуществляется на очень высоком уровне. Если мы сегодня основной упор уделяем повышению квалификации учителей физики, математики, потому что мы знаем, что там у нас есть определенные слабые стороны, то по учителям русского языка у нас ситуация стабильная. На протяжении последних лет регион постоянно входит в число регионов, которые успешно проходят и единые государственные экзамены, проверочные работы. Это завершающий экзамен для тех, кто ранее уже сдали математику, информатику, физику, литературу, географию и общество знания. У остальных впереди еще четыре экзаменационных дня. Испытания предстоят тем, кто выбрал иностранные языки, химию, историю и биологию. Олег Зверев, Дмитрий Бешканцов. События.